Маленькая фигурка Акачи-сан, главной героини Tatami Galaxy, скульптурша Сокурако Иванаги. Это фигурка, которую фирма Good Smile выпускала в 2011 году, спустя примерно год после выхода аниме. Она у меня даже жива. Жива её коробочка. Вот, это маленький бюстик. Единственная, по-моему, фигурка, которая была выпущена по этому сериалу. Я сейчас могу немножечко... Что я могу? Я могу её покрутить в нашей чудо-крутилке. По-моему, это единственная фигурка, от которой у меня даже коробочка сохранилась, потому что всё остальное они не дожили. Ну, я обычно коробочки просто аккуратно разбираю, складываю, они у меня где-то там прячутся на шкаф. Она не масштабная, то есть это просто персонаж изображённой скульптуршей. Вышла она в апреле 2011 года. Good Smile выпускала. И это такой... Там как раз сама Акасия. Вот видите, какая проблема у вас с фигурками? Если на неё ярко светишь, то микроскопические пылинки, которые невозможно сдуть, видны. Это просто какая-то... Видны, да. Это беда какая-то ужасная, особенно со старыми фигурками, у которых пыли уже предостаточно. Она очень детальная, там вот эти все зверушки, которые у неё висят на сумке обычно, такие москотики, они у неё вот по ней ползут. И есть бинокль, потому что это повторяется арт. Юскина Камору, по-моему, художника зовут. Как раз из сериала. Вот. И там бинокль и всё прочее. Такая вот есть... Сейчас так вот коробка выглядит, тоже она вся стилизованная. Причём там даже если видишь официальная наклеечка FUJITERBI, FUJITV. Это официальный мерчандайз. Да. Тираж, по-моему, был очень небольшой. Ну, вот такая вот. Это единственная фигурка по тотаме Galaxy, которая, по-моему, есть в природе. На донышке написано, да, Made in China, конечно. Ну, это не конечно. И у Сакурако Иванаги, скульпторши, есть блок, в котором... Вот она вот так вот выглядит, девушка. И у неё прямо в 2011 году она прям очень подробно показывала, как она лепила эту Акаси-сан. В общем, там вот и в ней инструменты. Вот постепенно эта фигурка обретала свой финальный облик. Не часто, по-моему, мастера делятся фотографиями процесса, но видишь, бинокль был отрендерен там в чём-то, в 3D каком-то. То есть, это ещё и очень маленький же масштаб, она, сама фигурка-то вся, ну, вот смотрите. Вот она вот рука человечья, а вот Акаси. То есть, прямо, ну, сантиметров, наверное, 10, может быть, 11 в высоту. То есть, меньше, чем типовые. Прямо крохотные-крохотные детальки. Вот это как раз, когда она только появилась в магазинах фотографии. И это иллюстрация, как раз вдохновившая автора на эту фигурку. Вот с автографом там, я только понимаю, этого самого. Я всё время забываю, что Юски Накамура зовут Юски Накамура. Да, художника-иллюстратора Тотами Галакси. А это вот она уже на Кихабаре вот так вот продавалась. Вот, и удивительно, что они вообще пришли к этой скульпторше. Потому что она, как мы теперь знаем, она вообще делала кучу всего интересного. То есть, вот из Сетин Сентинелса, из игры, героиню, например, вот такая. Тоже она много делает гараж китов. Она много делает не вот фигуры, которые попадают в готовом, собранном продажном магазине в продаже. Она работает для фанатов. Вот эта вот иллюстрация, по которой это всё делалось. И, собственно, сама фигурка. Вот, а по пингу-драму вот эту вот фигурку она делала, по самоцветам. То есть, вот когда вот смотришь много работ, то видно прям стиль автора. Мику, вот эта известная очень к World is Mine по однокличетам. Вот по Fade у неё вот такая вот есть работа. Ещё одна Мику с рупором. Рюка Матой из Киллакила. Здесь прям очень хорошо видно стиль. То есть, какие-то такие немножко измождённые девушки. Вот. И плюс круто, что она выкладывает прямо вот в скетче. То есть, вот показывает на сайте. Конечно, мы залинкуем всё это дело. То есть, вот это от простого скетча. И как постепенно фигурка обретает законченную форму. Можно прямо наблюдать за работой мастера. Вот детали там. Ну, конечно, когда гаражки продаются, мне кажется, что мало кто из моделистов сможет повторить то, что сама автор. Вот её, собственно, видение. Вот. Так что очень интересно. Сакурако Иванага. Её зовут иногда. Она подписывается как Исинага. То есть, Сакурако Исинага. У неё как бы два есть, два ника. Ну, то есть, фамилии и псевдоним. Вот. И я так понимаю, вот это тоже её фигурка. Довольно известная она. Неожиданно, когда начинаешь копать, просто видно, что стиль скульптора проявляется. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...